В современном мире все больше людей обращают внимание на свое здоровье. Это уже не просто мода, а полноценное движение, которое называется ЗОЖ. Здоровый образ жизни – это философия, которая призывает людей отказаться от вредных привычек. Одна из таких – курение. Сегодня мы поговорим о том, как избавиться от зависимости. Здравствуйте, с вами программа «Будьте здоровы» и я ее ведущая Сабина Лемарова. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель нашей планеты страдает от никотиновой зависимости. Раньше в основном это были молодые люди примерно 15 лет. Сейчас же молодежь старается вести здоровый образ жизни. Я считаю, что курение – это плохо, но курение – это личный выбор каждого человека. Поэтому относиться к этому нейтрально – это самая лучшая позиция. В любом случае, я считаю, что здоровый образ жизни в повседневности и в современном мире очень важен и довольно популярен, поскольку сейчас появляется большая тенденция здорового образа жизни, открывается множество спортивных залов, секций спортивного питания и так далее. Ну вот, я считаю, что это довольно важно – поддерживать здоровый образ жизни в нашей стране. Я не люблю, когда люди курят, потому что здоровье их угасает с каждым днем. Это вообще не солидно, неправильно. Я считаю, что каждый человек должен вести здоровый и правильный образ жизни для того, чтобы поддерживать пользу в своем организме и люди могли спокойно, нормально жить. К курению я отношусь отрицательно, поскольку оно очень сильно влияет на здоровье, портит, так сказать, даже человека. Поначалу-то кажется, что вроде ничего нет, но со временем все больше ведь хочется, и из-за этого становится хуже, и даже это видно по самому человеку, то, что ухудшается его здоровье. Простые сигареты больше придят, потому что там содержит никотин, который вредит легким, разрушает их и дышать сложнее. И не только труднее дышать, ежедневное курение вызывает стойкое привыкание человека к этой пагубной привычке, что очевидно сказывается на здоровье всего организма. Курение сигарет оказывает негативное влияние на весь организм, пагубно влияет на легкие, на мозг, на сосуды, вообще, в принципе, на все органы организма. То есть, начинается дыхание с ротовой полости, то есть, что мы имеем во рту – ожог языка, забиваем рецепторы языка, затем бронхи, то есть, бывает, если человек очень часто курит, у него ожог бронхи бывает, затем у нас получается, что мы имеем – бронхиты частые, пневмонии частые. Вред курения на организм человека заключается в том, что в табачном дыме содержится большое количество вредных веществ. Это никотина, это никотиновые смолы, это сероводород, углекислота, различные радиоактивные изотопы, ну и другие вредные вещества. Прежде всего, курение – это один из основных канцерогенов, поэтому основные компоненты вот этого табачного дыма, они взаимодействуют с ДНК человека, они повреждают гены и клетки могут мутировать. Мутация клетки достигает такой степени, что она начинает бесконтрольно делиться и перестает умирать. Это и называется онкологическая клетка. Вероятность развития онкологических патологий увеличивается под влиянием таких факторов, как ранний возраст, начало курения, продолжительный стаж, суточная доза сигарет от 20 штук и более. Опухоль может быть и языка, и губы, и миндалин, и гортани, и пищевода, и желудка, и поджелудочные железы, и печени, и почек, и рака шейки матки, и даже толстой кишки. То есть различные онкологические заболевания вызывает. У курильщика поражаются все системы организма. Рак – только одно из распространенных последствий, но есть и ряд других. Курение влияет и на дыхательную систему. Вот эти компоненты табачного дыма, они оседают на воздухоносных путях, и в некоторых случаях, если у человека есть кашель с мокротой, они могут выделиться, но в некоторых случаях они все-таки всасываются в ткани, и в последующем поступает в кровеносное русло. Могут возникнуть такие заболевания, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, туберкулез, амфизема легких, ну и другие заболевания. Хроническая обструктивная болезнь легких появится со стопроцентной вероятностью. У человека, который вне зависимости с детства начал курить, подросткового, молодого возраста, при достаточном стаже курения, то есть определенное количество лет, хроническая обструкция произойдет. Дыхательных путей, да, хобл сокращенно. То есть идет деформация и ремодуляция бронхов, появление обструкции, сужение просветов, появление эмфизем, нарушение функций дыхательной, респираторной легких, ну как бы это 100%. Исследователи считают, что значительная часть курильщиков впервые начинают употреблять сигареты в раннем возрасте. Это примерно с 10 лет и до 16. В этот промежуток курения сначала носит эпизодический характер, затем становится способом получения ярких эмоций и возможностью выделиться среди остальных. И ближе к 16 уже преобладает систематическое курение. При регулярном употреблении формируется психическая, затем следом физическая зависимость, да, как бы эти процессы, они одинаковы для любых психоактивных веществ. То есть никотин является одним из таких веществ. По каким-то исследованиям он вызывает сила зависимости, которая формируется от него. Она уступает, конечно, вот этим наркотикам классическим, но опережает многие другие вещества, в том числе алкоголь. Подростки в силу своего возраста не могут в полной мере понять всю тяжесть табакокурения. Сигарета, яд и действует он не сразу, а постепенно. Отравляя с каждым разом, организм все больше и больше. Важно с самого раннего детства объяснять, какие могут быть последствия от курения. Так для губкинских дошколят проводят не просто лекции, а театрализованные постановки. Цель нашего сегодня мероприятия – показать детям непосредственно, исходя из того, через ведущий вид деятельности у них, эта игра, именно легко и комфортно показать детям о последствиях курения, то есть на что оно влияет. Старались донести информацию именно вы видели в театральной игровой форме. Мы решили показать детям сценку и рассказать о вреде курения, о последствиях курения и направить их на путь истинный по здоровому образу жизни. Для ребят сотрудники отделения профилактики городской больницы показали сказку о злом табачнике, на примере показав, что будет с человеком, если он начнет курить. Я узнал, что нельзя курить, иначе печень засорится разной вредной черной пылью, и весь организм заболевает. Из-за курения может заболеть голова, и потом еще легкие станут черными. Говоря о подростках, речь не всегда именно о курении сигарет. В последнее время стало популярным среди юношей и девушек потребление вейпов – электронных аналогов. Они наносят такой же вред на организм, говорят специалисты. А мифы о безвредности – хорошо спланированная реклама табачной индустрии. Это изменение просто формы потребления никотина, да, именно никотина. То есть вейпы заправляются вот этими никотинсодержащими жидкостями. Акцент делается на том, что вот они не содержат вот этих табака, пропитанного какими-то смесями. Там нет смол, но в отличие от сигареты, данная форма потребления никотина, она лишена вот тех негативных факторов в виде запаха, вкуса, да, вот этого запаха остающегося после потребления. Она наоборот становится привлекательной формой потребления, потому что там различные вкусы, ароматизаторы и прочее. И это все делает само потребление безобидным. На самом деле содержание никотина в вейпах или других электронных сигаретах не меньше, а иногда даже больше, чем в обычной сигарете. Никотин там синтетический. Это приводит к более негативным последствиям. Быстрая зависимость в будущем, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, бесплодие. Разницы нет, как никотин поступит в организм. Да, суть в том, что никотин гораздо более активный, чем ацетилхолин, который вырабатывается в нашем организме и влияет на соответствующие структуры головного мозга. И когда мы лишаем организм этого никотина, нашего собственного ацетилхолина, для того, чтобы повлиять на эти структуры и получить чувство удовольствия, удовлетворения, концентрации, недостаточно. Поэтому люди становятся какими? Раздражительными, недовольными. Переживают отказ этот тягостно. Даже если это какой-то длительный авиаперелет, для них это неприятно. Никотин, который является основным отравляющим веществом, не основным, на самом деле, с ключевым, считаю этого, который входит в состав табачного дыма, он оказывает негативное действие в первую очередь на сосуды. Причем на сосуды все, как я говорил, у нас в первую очередь страдает мозг, легкие, сердце, сосуды становятся хрупкими. Любые электронные сигареты вызывают сильную никотиновую зависимость, поэтому зачастую курильщикам трудно избавиться от пагубной привычки. Существует три симптома, которые говорят о синдроме зависимости табака. Это первое – сильнейшая тяга курения. Второй симптом – это когда он может, как я уже сказала выше, продержаться в течение часа. И третий симптом говорит о том, что человек курит уже на протяжении от 6 до 12 месяцев, и при этом не уменьшает сигареты, и любые попытки бросить курить у него не получается. Победить свою зависимость можно самостоятельно, самое главное – желание. Как только вы бросите курить, вы сразу станете чувствовать себя лучше. Через несколько дней восстановится обоняние и вкус. За пару недель исчезнет и запах, которым пропиталась ваша одежда. Не стоит забывать, что курение увеличивает количество морщин. Бросив эту привычку, вы будете дольше выглядеть моложе. Существуют разные способы. Лучше всего, конечно, их сочетание. То есть, как бы, это заместительная терапия в виде пластырей, спреев, выживательных резинок, психотерапия, либо самостоятельная, либо со специалистом. И плюс сочетание с антидепрессивной терапией, приемом антидепрессантов, которые снижают влечение именно к потреблению вещества. Физическая нагрузка. Это, во-первых. Почему физическая нагрузка? Потому что, чтобы не было постоянно вот этого вот, как бы, в мозгу доминанта, который тяготеет курению. Делайте маленьких в виде каких-нибудь палочек овощные нарезки, пожалуйста. Вот вам и меньше калорий, вот вам отвлечение. И, естественно, здоровый образ жизни, то есть не наедаемся. Во-вторых, общаться. Желательно общаться с теми людьми, которые уже преодолели этот синдром отмены сигареты. Когда люди бросают курить, им необходимо следить за своим рационом, следить за суточной калорийностью и стараться не допускать длительных промежутков между приемами пищи. То есть это должно быть три основных приема пищи обязательно. Это завтрак, обед и ужин. И два перекуса. Это второй завтрак и полдник. То есть здесь перекусы обязательны. Стараться, чтобы в доступе были те продукты питания, которые имели наименьшую калорийность. То есть если возникло желание, например, покушать, то лучше, чтобы были, например, свежие овощи. Это огурцы, это помидоры, это болгарский перец. Если любите зелень, то можно зеленый лук, щавель, петрушку, укроп. То есть можно даже зеленью перекусить. Если не любите овощи, то можно, например, фрукты. После того, как вы бросите пагубную привычку, может появиться кашель. Не пугайтесь. Так организм избавляется от токсинов, которые скопились в легких. Старайтесь в период отказа от пагубной привычки соблюдать режим дня. Правильно питаться, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Полноценно высыпаться – это как раз-таки полноценный здоровый сон. Это около 6 часов в сутки. Рационально подходите к выбору спорта, то есть увеличивать физическую активность. Но не заниматься прям усиленно спортом, а выбрать ту физическую активность, которая вам нравится. То есть это, например, кто-то любит бассейн, ходите в бассейн, кто-то любит кататься на коньках, кто-то на лыжах, кто-то скандинавской ходьбой занимается, кто-то бег, например, либо скандинавская ходьба, либо просто физическая активность – это вот ходьба, да. Свою норму ходьбы – это 10 тысяч шагов в день выхаживаете. То есть выберите для себя то, что вам нравится. Бросить курить непросто, но главное, чтобы у вас была четкая цель и мотивация. Можно найти поддержку среди своего окружения или у специалистов, таких как нарколог или психолог. Эти врачи смогут назначить вам никотинозаместительную терапию. Помните, что отказ от курения добавит вам от 10 до 14 лет жизни. А с вами была программа «Будьте здоровы!» Увидимся на телеканале «Вектор-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова